Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ЭТОН-ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман, вместе со мной в нашей Тель-Авивской студии замечательный гость, главный редактор радиостанции «Лучшая радио» Цви Зильбер и замечательный журналист, писатель, публицист, драматург. Сценарист Марк Котлярский. Марк, добрый день! Добрый день! Друзья, тема, которую хочу предложить вам сегодня для разбора, в Израиле тоже, по крайней мере, русскоязычное общение вызвало бурные дебаты. Речь идет о законопроекте депутата КНЕСТа от ультраправой партии Емина Бецаля-Ля Смодрича, который предложил изменить закон о возвращении и вычеркнуть из него упоминание о том, что в Израиле могут репатриироваться внуки евреев. У меня вопрос, наверное, Цви, я начну с тебя, в ходе дебатов, когда Смодричу говорили о том, что Гитлер считал внуков евреев тоже евреями и тоже подвергал репрессиям, он отвечал на это очень просто, мы что должны равняться теперь на Гитлера? У меня простой вопрос, он дурак или провокатор? Ну, если ты меня спрашиваешь конкретно о Смодриче, то я давно перестал этого человека воспринимать всерьез, еще когда он заявил, что на самом деле израильские бедняки, они, в общем-то, они, конечно, бедняки, но они не такие уже бедные, вот вы сравните их с бедняками в Венесуэле или в других там, или в странах голодающей Африке, вот они же по сравнению с ними богачи, поэтому не надо особо прислушиваться к причитаниям израильских бедняков, потому что они на самом деле не бедняки. Вот с этого момента как бы я перестал относиться к нему как к серьезному политику, и вообще в его поступках всегда было очень много таких вот элементов, когда ты думаешь, господи, это же просто обезьяна с гранатой. Но что касается данного законопроекта, то это не то, что провокация, я не думаю, что цель этого законопроекта, не, наверняка у него есть какие-то свои политические задачи, но это вот эта самая ползучая хоридизация Израиля, ползучее подталкивание Израиля в сторону Ирана, потому что это обычная манипуляция, вот вся любая религия основана на манипуляции, вот здесь тоже есть манипуляция, они хотят подменить понятие еврей на религиозный еврей, и подменив эти понятия, получается, что да, они правы, да, вот поменяйте эти понятия местами, да, то есть следующим шагом будет то, что еврей, который не носит кипу и не надевает филин, он уже как бы не еврей, потому что вот это настоящий еврей и так далее, то есть это приведет к тому, что вот Алия, да, ну, ребята, вы хотите Алию, вот Алия вот такая, что в Америке, что в Европе, что в бывшем Советском Союзе, это смешанные семьи, это второе, это третье поколение, вот если вы хотите Алию, Алия вот такая, если вы хотите Смотрича, то вам будут приезжать только ультраортодоксы, потому что светские люди к вам уже не поедут, а Смотрич... Ну, Эфиопов трудно назвать ортодоксами. Ну, это они вообще по отдельной статье, они не по закону о возвращении, эфиопы, фалашмура, приезжают в Израиль не по закону о возвращении, они, для них есть совсем другой закон, они не получают гражданство, по закону о возвращении сразу получают гражданство, фалашмура не получают гражданство, у них получение гражданства обусловлено прохождением гиюра, то есть, опять же таки, их вот заводят вот в эту религиозную плоскость. И то, что происходит сегодня, конечно же, Смотрич заинтересован в том, чтобы Алия превратилась в тоненькую струйку ультраортодоксов, которые будут сюда приезжать, и, соответственно, они будут пополнять ряды его политического лагеря, ну, можно, конечно, усмотреть в этом всякие интересы, но интерес государства Израиля совершенно в другом, потому что эти люди, которые будут приезжать, они не приезжают сюда для того, чтобы работать, платить налоги, учиться, они приезжают сюда для того, чтобы молиться и получать социальный пакет. То есть, я не знаю, насколько Израиль заинтересован в такой харидизации Алии. И, на мой взгляд, Смотрич просто полный мракобес, и я ничего положительного от него не могу ожидать. Как я уже сказал, я уже очень давно не отношусь к нему как к серьезному политику. Марк, вопрос к тебе. В одной из публикаций на одном из израильских сайтов заголовок, посвященный этой теме, этому законопроекту, гласил, депутаты Кнессета на три месяца отложили выяснение вопроса, кто еврей, а кто антисемит. Скажи, пожалуйста, отражает ли суть проблемы подобного рода заголовок или заголовки, особенно если учесть, принять во внимание, вернее, то, что у этого законопроекта, по крайней мере, сегодня, сейчас, нет возможности для того, чтобы он прошел, за него бы не проголосовали все равно. Нет, конечно, не отражает. Конечно, не отражает, и точно так же, как и не отражает реальности то, что говорил мой уважаемый коллега Цвин Зигмер. У меня такое ощущение, что он отрабатывал какую-то политическую элитку по какой-то заказу какой-то политической партии. Я вообще первый раз слышу Цвику, который швыряется какими-то штампами, стереотипами, так сказать, и вводит всем в заблуждение. Начнем с того, что его речь раскладывается просто для тех, кто что-то, хотя бы хоть что-то знает, просто как бы раскладывается на удивительные какие-либо вещи. Начнем с того, Саша, хотя бы и у тебя тоже была ошибка, ты говоришь, что вот Гитлер там равнялся. Начнем с того, что уже четко есть прописано, что по законам рейха, Третьего рейха, внуки евреев не подлежали дискриминации. За исключением там буквально одного-двух пунктов, если у них была исключительно семитская внешность. Все, внуки евреев при гитлеровском рейхе дискриминации и уничтожению не подлежали. Повторяю еще раз, поэтому это первое вранье. Второе вранье по поводу харидизации Алии. Давайте так, да, давайте отделим котлеты отдельно, что называется, мухи отдельно. Саш, мы здесь все взрослые люди, да. Может существовать совершенно другая точка зрения, можно спорить, да. Но надо знать, о чем ты говоришь, да. Допустим, что пункт о внуках евреев, да, был принят в 70-х годах с определенной целью. Так как не было большой Алии, было решено, что в принципе те внуки тех евреев, которые едут в Израиль, потому что был узкий ручеек. Так, я могу сказать, что за все там буквально 70-х годов до конца 70-х, начала 80-х, когда Алия вообще прекратила, примерно приехало меньше 200 тысяч человек. То есть я напомню, это то количество, которое приехало за год в 1990 году, примерно, да. То есть как бы этот пункт был принят, поправка, дополнение к закону возвращения в 70-м году. То есть тогда это имело смысл. Сегодня речь идет о том, что Исмортич об этом говорит, еще раз повторяю, я тоже далеко не большой его поклонник, да. Но какие-то вещи, может, к нему стоит прислушаться. Сегодня мы имеем, благодаря организации по имени Сахнут, которая выполняла план Павалу, огромное количество людей, которые, давайте скажем так для начала, да, которые, мягко говоря, не ощущают себя евреями. Но вот так у них получилось. Они вообще не знают, что это такое, да. Для них вот этот миф, о котором мы писали с Петелью Химсоном в 90-х годах в книге «Евреи и секс», о том, что религиозные евреи трахаются через простыню, да, это они талит называли простыню, их спутали немножко понятия, до сих пор существует вот этот стереотип ползучий, он перетекает. И неважно, из какой человека ли, первое, второе, девяностых годов, начало нулевых там и так далее, и так далее. Это первый момент. Второй момент. Определенное количество людей, Саша, и давай вот честно, да, будь честным, и ты, Цивика, будь честным, что не приехало людей по поддельным документам, что не существовало и не существует до сих пор, индустрии подделки документов, что вы мне тут лапшоба на уши вешиваете. О чистоте Алии какой-то говорите. Марик, о чистоте Алии как раз говорит господин Смодрич, фактически он пытается уравнять. Он, нет, минуточку, он говорит о том, что надо скорректировать закон о возвращении. Он не корректирует, он его не корректирует, это, Марко, это принципиальная ошибка своей стороны, он его не корректирует, он его хочет изменить и запретить приезд сюда внуков. Пункт, который касается внуков евреев. Дело в том, что внуки, я еще раз повторяю, пункт о внуках евреев был принят с определенными целями в 70-м году. Как его приняли, так его и могут отменить. Скажи тогда, прежде чем я вопрос Цви задам, Марк, у меня к тебе вопрос, кто больше себя ощущает евреем? Внук еврея, который по дедушке пускай, служит в израильской армии или тот, кто учится в Ешиве, но он еврей? Саша, ты спекулируешь понятиями, это называется та самая манипуляция, о которой говорит Цвика. Это манипуляция и спекуляция. А я тебе скажу почему. Потому что служба в армии не дает человеку индульгенции. Нет, конечно, об этом речи нет. Я говорю о том, что человек, который принимает Израиль, мне все равно кто он, папуат, еврей, китаец, индонезиец, кто угодно, кто служит, принимает и так далее. Но есть определенная часть, опять-таки, я не говорю обо всех, я не обобщаю, определенная часть, которым, безусловно, Израиль до лампочки. И ты до лампочки, и Цвика до лампочки. Но мы с тобой знаем массу евреев, чистокровных евреев, которым до лампочки тот же самый Израиль. Подожди минуточку, мы говорим об этой части населения, и я говорю о людях, которые приехали в нарушении закона о возвращении. Ты хочешь сказать, что таких нет? Марик, мы не говорим о тех, кто приехал в нарушение, мы говорим о тех, кто приехал в рамках закона о возвращении. Мы только об этом говорим, мы говорим о тех изменениях, которые хочет сделать Смотрич. Те, кто подделывает документы, это отдельная тема, отдельная статья. И мы не об этом говорим, совсем не об этом. Как это мы не об этом? А о чем мы еще говорим? Я извиняюсь, что я вас прерываю, но, Марик, ты же вроде бы журналист. Ну, ты, конечно, еще и писатель, я понимаю, что тебе свойственны эмоции. Ты бросаешь вот эти вещи совершенно по-дилетантски. Вот были, конечно были. Моя дочка моей соседки Брахи поехала на могилу Раби Нахмана и через две недели вышла замуж. Есть курьез, а есть статистика. У тебя нет статистики, нет выборки, что из приехавшей Алии 59% считают, что им Израиль по барабану. Это все дилетантизм. Что да, безусловно, были такие случаи, когда приезжали сюда люди, приезжали сюда антисемиты, которые тут потом дети там рисовали свастики, но это все единичные случаи, это курьезы. Ты не можешь из этого делать какие-то выводы об общем. И я знаю массу людей, которые внуки евреев и которые с очень и очень высоким уровнем Jewish identity, еврейского самосознания. А для меня еврейство это не религия, я атеист. Для меня еврейство с религией, с цицис и пипис никак не связано. Для меня еврейство это нечто другое, это самосознание. Если человек ощущает себя евреем, да, благодаря Гитлеру. Благодаря Гитлеру, потому что Гитлер вернул евреям вот это самосознание, то, что сказал покойный Томми Лапид, когда сидели Дерри и там еще кто-то сидел из ДОСов. И говорят, ну почему вот ты так все отрицаешь, всю нашу религию, нашу веру, нашу Тору, наши обряды. Что тебя делает евреями? Что тебя делает евреями, если не это? И он сказал Гитлер. Да, Гитлер. Гитлер сделал нас евреями. Гитлер сделал так, что это объединило нас, это объединило нашу судьбу. Если вы поедете в любую общину на территории современной Европы, Литва, Белоруссия, Украина, у них Холокост это одна из основных тем их самоидентификации. И да, туда приходят внуки евреев. И приходят правнуки евреев, четвертое поколение, которые не имеют права на репатриацию в Израиль. Но они там собираются вместе, они празднуют еврейские праздники, они женятся, у них браки друг с другом, четвертое поколение. Не для того, чтобы потом пробраться в Израиль и получить корзину абсорбции. Это часть их самоидентификации. И сегодня надо говорить, что сюда проникают ГОИ и надо немедленно принять закон для того, чтобы защитить еврейский характер государства. Извините меня, пожалуйста, но у этого государства есть еврейский характер, но в то же время и демократический характер государства. Давайте будем защищать демократический характер государства. Давайте пусть каждый еврей сдает экзамен по сионизму перед тем, как его сюда привезти. Ну абсурд, Марик, абсурд. Ты говоришь совершенно абсурдные вещи. И по поводу этих Нюрнбергских законов. Там вообще были законы прописаны до пятого, по-моему, поколения. Ты говоришь сейчас чушь, что внуков евреев не преследовали. Ну, у немцев было такое правило, что мы сами решаем, кто еврей. Если это был полезный еврей, который был им для чего-то нужен, они могли его не преследовать. Но в Нюрнбергских законах там вот эта вот идея чистоты крови была прописана. Но я вообще не понимаю, при чем тут это сейчас. Зачем нам сегодня в этом копаться? Какая разница, что было в Нюрнбергских законах и что было у нас? Есть закон, который действует, который хорошо работает в 70-х годах, по которому приехали сюда все мы. По которому приехало сюда, ну, скажем, полтора-два миллиона граждан приехали по этому закону. Он нормальный, он хорошо работает. И то, что сейчас, именно в данный момент, его пытаются изменить, еще важно, кто его пытается изменить. То я считаю это конченным мракобесием, манипуляциями и попыткой сдвинуть нас в сторону теократического государства. Вот как бы как я к этому отношусь. Марик, я хотел тебя попросить прокомментировать публикацию. Есть известный израильский журналист, публицист Дов Конторер. Он на своей странице в фейсбуке тоже написал пост, посвященный закону Смодрича. Сразу хочу сказать, что он в конце этого поста своего написал, что он двумя руками за закон Смодрича. Цитаты из его публикации. «Главным в данном контексте является наличие могущественных интересантов, связывающих свое политическое будущее с появлением в Израиле максимально большего числа граждан, происхождение которых дает основание надеяться на их предельную отчужденность от еврейской традиции и враждебность по отношению к ней». Конец цитаты. Ты считаешь Дов Конторер прав? Я вообще хочу сказать, что Цви с такой легкой рукой, партийной, зачислил в мракобесы. Окей, остались Смодрича в покое. Но достойных людей, которых я могу назвать и Дова Конторера, и Сашу Маестрового, Александра Маестрового, и Петра Люхимсона, и меня, и еще ряд людей, Александра Аркадия Красильщикова, то есть и светских, и религиозных, которые не рассматривают предложение Смодрича как нечто из вон мракобес. Причем сам, совершенно как бы манипулируя какой-то чушью, не приводя никакой конкретной цифры, и оперируя просто чисто партийной заказухой, тут вешает всем лапшу на уши. Я хочу сказать, у меня есть цифры, у меня есть статистика, в отличие от тебя, дорогой Чви, и я тебя просто лучшее радио, просто изменил, извини, если это лучшее радио, то что тогда худшее, если ты оперируешь такими понятиями, если для тебя традиция это дерьмо, если для тебя все, что связано с еврейской традицией это дерьмо, если ты считаешь, что только дикер, видите ли, пробудил еврейское самосознание, а все остальное надо зачеркнуть, да? Молодец, сколько кого-то, работает дальше, старик, тебе, видимо, хорошо платят. Я хочу сказать следующее, что у меня, да, есть статистика, согласно этой статистике, к примеру, к примеру, за последние несколько лет 60% тех, кто получил Дарком, зарубежный паспорт, слинял обратно в Россию, только лишь для того, чтобы получить зарубежный паспорт. В среднем, повторяю. Скажи 95, ну что, какая разница? Не надо врать, не надо врать, шли-ка, получай зарплату в каком-то месте, да получай на здоровье, нехрену рать тут. Подумаешь, по карману я его ударил, блин. Меня? Я еще раз повторяю, надо верить в статистике, согласно статистике МВД, сегодня люди младше 40 лет, приехавшие из, я это как раз прочитал перед программой, когда готовился, среди людей младше 40 лет, повторяю, младше 40 лет, приехавших за последние 20 чем-то лет, более 90%, более 90% не имеют никакого отношения к еврейству. Это нормально? Марик, ну ты сейчас вытаскиваешь какую-то статистику и сядь с головы, поверь мне, что я слежу за статистикой. А, вот он, вот оказывается, да? Абсолютно, абсолютно твоя статистика. Марик, давай статистику, Марик дает статистику, и ты как говоришь, а ты ее вытаскиваешь из головы. Я, потому что я очень внимательно слежу за такой статистикой, и такой статистики не было нигде. А кроме того, извини меня, пожалуйста, я тебе хочу напомнить, что мы живем в 2020 году. До недавнего времени это был открытый мир. Объясни мне, почему сегодня 2000 ортодоксов переехали жить в Днепропетровск? Почему? Они не имеют никакого отношения к Израилю. Израильтяне ортодоксы, 2000 семей живут сегодня в Днепропетровске. Сегодня открытый мир, и какая тебе разница, где кто живет? Эти люди уезжают туда, возвращаются обратно. Ты не можешь привязать всех к Израилю и говорить, что это вот так. Откуда ты это взял? Что за ерунда? Какая чушь? Кто переехал в Днепропетровск? Швика! Ты был в Днепропетровске? Там огромная еврейская община израильтян, которые не говорят по-русски. Почему я тебе должен верить? Что ты урёшь? А ты урёшь, мне лапшу на уши. Марик, Марик, давай мы градус агрессии немножко сбавим. Ты, Марик, ты, по всей видимости, застрял в каком-то старом мире. В новом мире человек может жить там, где он хочет. И он может приехать сюда, получить... Вообще во времена Советского Союза, когда была борьба за выезд, когда была борьба за выезд, Израиль заявил, что любой еврей в любой точке земного шара имеет право называть себя гражданином Израиля и получить израильское гражданство. В любой точке, даже не выезжая из этой точки. Поэтому, я не знаю, я считаю, что это вообще нерелевантно. Кто приехал, кто уехал, получил Даркон, не получил Даркон. Если мы хотим этих людей, значит... Не-не-не, нерелеванно, совсем нерелеванно. Саш, так я хочу вам сказать. Я вовсе ещё раз повторяю, чтобы было понятно, что меня потом не обвинили в чём-то, так сказать, шликины соратники, единомышленники. Я не сторонник смотрища. Я тоже считаю, что он часто перегибает палку. Но я за то, чтобы закон о возвращении был внимательно пересмотрен и чтобы, так сказать, были внесены какие-то определённые коррективы. Сам Цвика только что сказал, так сказать, как противоречь саму себе, что время меняется, что мы в другом мире. Ну да, время меняется. Цвика также сказал, что... Марик, что наше государство движется в сторону хоридизации уже давно. Обязательно. Да, и вот мы в законе смотрища, мы это наблюдаем абсолютно чётко. Я бы сейчас закончу передачу, и к вам придут писатые всех воскрестить. Ну что вы несёте ересь об взрослых человека? Ну серьёзно, ну какая хоридизация? Побойтесь Бога, блин. Хоридизация не стихать. Марик, ты действительно... Спасибо, спасибо тебе за внимание. Марик, ну смотри, я как бы... Я понимаю, что ты уже перешёл на какие-то очень высокие эмоциональные уровни, и я понимаю, что ты уже стал переходить на личности, и ты приводишь какие-то факты. Давай скажи, озвучь, пожалуйста, ещё один факт. Кто из нас двоих работал в пресс-секретарём партии? Ты или я? Ну и что дальше, что я работаю? Ну я спрашиваю просто, просто вот как факт. Давайте мы не будем меряться, кто... Нет, просто ты меня всё время цепляешь, что я работаю на какую-то партию. Ты знаешь, что это чушь. Я предполагаю просто. Ты знаешь, что это чушь, ты знаешь, что это клевета. Что я не работаю и никогда не работал ни на какую партию. А, правда? Да что ты говоришь? И ты всё время пытаешься представить меня, как будто за мной стоят какие-то сторонники, как будто за мной стоят какие-то силы. Я представляю здесь только самого... Я даже не представляю здесь лучшее радио Я представляю здесь самого себя Цви Зильбера и больше никого В любом случае я хочу сделать вывод И закончить наш эфир Простой фразой Как плохо, что сегодня коронавирус Мы не можем спокойно поговорить Все-таки в студии А должны общаться через вот этот экран Марк, спасибо тебе, будь здоров Это главное сегодня Тебе тоже спасибо, главное здоровье Спасибо и вам, друзья, что были с нами Всего самого доброго Будьте здоровы, до новых встреч